Добрый день, дорогие коллеги! Разрешите представиться. Кулягина Галина Петровна, методист Института содержания, методов и технологий образования МГПУ. Сегодня мы начинаем серию экспертных предметных вебинаров на нашей площадке из МГПУ. Почему экспертных? Потому что ведущими вебинаров станут учителя, эксперты Московской электронной школы. Каждый из экспертов представит свой взгляд на современный урок вместе с Московской электронной школой. Как сделать учебное занятие содержательным, но вместе с тем интересным и ярким. Какие ресурсы библиотеки МЭШ можно использовать на уроки для ведения уроков, для самостоятельной работы учеников. Какие подходы возможны в организации дистанционного образования. Может быть, какой-то контент пока недостаточно представлен в библиотеке. Как нам с этим быть? Вот об этих вопросах пойдет речь на наших экспертных вебинарах. Экспертные вебинары будут проходить ежедневно, в течение недели. Ведущие вебинаров будут меняться, ведущим будут разные эксперты. Поэтому, уважаемые коллеги, подключайтесь, приглашайте коллег, участвуйте в наших обсуждениях. Большая просьба, вопросы, возникающие в ходе вебинара, писать в чат. Мы будем вам благодарны, если вы, добавляя в чат свой вопрос, представите, чтобы можно было вам ответить. Ну, а теперь к сегодняшнему вебинару. Сегодняшний вебинар проводит Дмитриева Ольга Святославовна, учитель биологии школы номер 1357, заслуженный учитель города Москвы, отличник народного просвещения, автор 40 сценариев, 20 электронных учебных пособий, более 130 приложений, ну и множество томарного контента в библиотеке Московской электронной школы. Ольга Святославовна, я передаю вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы с вами сегодня должны посмотреть ресурсы библиотеки МЭШ и понять возможности и особенности работы с этими ресурсами. Ну, а сейчас сначала несколько слов о том, чему будет посвящена наша сегодняшняя работа. Вот обратите внимание, как я сформулировала тему сегодняшнего нашего взаимодействия МЭШ для творческого учителя или как организовать взаимодействие. Почему так сформулирована эта тема? Мы с вами прекрасно знаем, что для того, чтобы самый простой урок дал образовательный результат, необходимо взаимодействие. И если этого параметра на уроке нет, то образовательный результат может быть не достигнут. Так вот, что нам может дать МЭШ для организации этого самого взаимодействия? Об этом пойдет наш сегодняшний разговор. Мы с вами понимаем, что у каждой профессии есть свои инструменты. И я думаю, что также очевидно, что эти инструменты и позволяют организовать нам взаимодействие на уроке наиболее продуктивным образом. Это было всегда. И инструменты взаимодействия были совершенно разными. За одну профессиональную жизнь произошла сильнейшая эволюция инструментов учителя. От кистей и красок, кодоскопов и пленок через использование проекторов и интерактивных досок. К инструментам, обеспечивающим взаимодействие с обратной связью для всех участников образовательного процесса. Так вот, что мы с вами... Почему я начала именно с этого? Понимаете, здесь есть взгляды скептиков, которые обычно говорят, что любой ресурс МЭШ требует очень длительной подготовки, занимает очень много учительского времени. Давайте вспомним свою историю, свою жизнь в школе. И любой из вас прекрасно знает, что создать кодопленку, сделать плакат, а еще вспомните, была такая вещь в Ланеле Граф. На это все требуется... Потом появились мультимедийные уроки, мы стали делать презентации. То есть, по факту, наша профессиональная жизнь, это всегда бесконечные подготовки к урокам. И это всегда создание тех самых инструментов, которые организуют взаимодействие на уроке. Поэтому, собственно говоря, с появлением МЭШ, по большому счету, ровным счетом, ничего не изменилось. Хотя, конечно же, изменилось. Раньше все наши заготовки лежали в нашем собственном кейсе, в нашем собственном столе и пользовались только мы ими. А теперь мы имеем уникальную возможность использовать свои... предоставить свои разработки своим коллегам, поделиться ими. А коллеги, в свою очередь, могут предоставить эти разработки нам. Таким образом, мы с вами, имея библиотеку МЭШ, работаем на развитие общего дела и помогаем друг другу. Мы все прекрасно с вами знаем, что мы живем в условиях новых образовательных стандартов. Для нас этот документ и для любой образовательной организации стал основополагающим. Образовательные стандарты ориентируют нас на использование интегрированной компетентно-изуновской парадигмы образования. Так вот, сегодня давайте посмотрим, что может нам дать Московская электронная школа и ее ресурсы для того, чтобы организовать взаимодействие с учетом именно этой парадигмы образования. Когда поменялась парадигма, поменялась и триединая цель. Раньше мы говорили, мы должны научить. И для нас основным в этой триединой цели было обучение. Ну, а сейчас мы говорим про развитие социализации. Мы говорим о том, что прежде всего мы должны наших школьников развивать. И вот тут давайте себе зададим такие вопросы. А какие задания или какие ресурсы будут развивать? Простые или сложные? Я думаю, что любой из вас ответит на этот вопрос. Он скажет, что для того, чтобы поднять обучающегося на новую ступень, помочь ему сделать новый шаг вперед, необходимы именно сложные задания, сложные ресурсы. Но при этом они должны, безусловно, быть выполнимыми, чтобы ученик понимал, что он делает и поднимался на новый уровень развития. И в этой связи возникает такая проблема. Как отобрать тот единственный сценарий, который может быть использован на уроке в профессиональной школе? Произойдет ли потеря содержания на уроке, если на этом уроке не будет бесконечного диалога или, лучше сказать, монолога учителя? Этот монолог мы с вами привыкли проводить. Любой из вас про себя знает, что стоит только мне прийти на урок, как я его проведу по любой теме. Почему? Потому что я его 10, 20, а может и 30 лет уже провожу каждый год. И поэтому с закрытыми глазами этот урок будет проведен в лучшем виде. Ну, а если у меня достаточно стандартный инструмент взаимодействия доска и мел, то я это проведу легко. И, собственно говоря, при этом я буду использовать те замечательные возможности, которые нам давало это веками проверенное средство обучения. Конечно же, у классной доски, как у любого средства обучения, есть свои минусы. Я не буду их сейчас зачитывать, вы их прекрасно видите. Но мы с вами должны понимать, что мы имеем дело с современными детьми. И это средство откровенно устарело. И, так сказать, когда ребенок привык жить в мире гаджетов, не надо упираться и говорить, что пусть он в школе живет без них. Почему? Потому что мы не перешивем этот обух своей плетью. Мы не сможем противостоять всем средствам массовой информации и всем тем возможностям, которые дает современная цивилизация нашему с вами ребенку. Наша задача как раз использовать те возможности, которые мы теперь имеем. И понятно, что в этих условиях очевидным должна была прийти на смену обычной доске меловой доска виртуальная, доска коллективного пользования. Я бы так сказала, ресурс библиотеки МЭШ, который пришел на урок. Есть в этом что-то плохое? В этом нет ничего плохого. Это нормальное веление времени. И, соответственно, этим велением времени надо пользоваться. Но, опять-таки, вы прекрасно знаете, что для того, чтобы пользоваться, нужно иметь конкретные ресурсы библиотеки. И нужно их правильно отобрать, потому что иногда мы попадаем в такую ситуацию. Мы открываем урок, видим, что он, так сказать, неяркий, такой непривлекательный. Какие-то тексты, какие-то странные рисунки. И нам кажется, что мы должны отказаться от этого. Нам не нравится, как он оформлен. И мы опять тебе говорим, мы не возьмем и не пойдем с этим уроком на урок. И, наверное, это не совсем правильно. Почему? Потому что любой из вас должен понимать, что, когда создается контент в библиотеке МЭШ, разработчик вкладывает в этот контент свой взгляд на содержание. И поэтому, какими бы суперпрофессиональными ни были разработчики, они никогда не сделают полностью тот урок, который подойдет на 100% вам. И он всегда будет не совпадать с вашим видением программного содержания. Поэтому это такая вещь, которая никак не решается, кроме того, что вы берете готовый материал, копируете его к себе и затем дорабатываете в том виде, в каком вы хотите его использовать. Или в каком вы хотите, чтобы использовали ваши дети. И мы сегодня с вами, когда уйдем от моей презентации и вернемся в библиотеку МЭШ, будем рассматривать сценарий урока по трем позициям. Материалы для демонстрации, рабочие листы учеников и тот конспект урока, который предлагает нам разработчик того или иного урока. Что я хочу сказать? Очень часто бывает так, что материалы для демонстрации и рабочие листы учеников совпадают. Это не всегда правильно и не всегда нужно так делать. Почему? Потому что вы понимаете, что доска – это средство, демонстрирующее материал на весь класс, и она выдает содержание в общем виде, у нее одни дидактические задачи. Рабочие листы учеников организуют индивидуальную работу школьника. И тут задача отнюдь не демонстрация, не сопровождение какой-то речи учителя. Это прежде всего работа, работа с целью получения образовательного результата. Ну и, собственно говоря, конспект урока, тоже про него несколько слов скажу. Вы должны понимать, что когда человек работает на уроке и у него идет распределение потоков на три этапа, очень трудно бывает следить за всеми тремя потоками. Поэтому комментарий к конспекту урока должен быть максимально зрячим. Он не должен быть очень длинным, но из него должно быть понятно, что я дальше делаю. Вот таким образом. И прежде чем мы перейдем к библиотеке непосредственно, я хочу обратить ваше внимание вот на этот слайд. Посмотрите, пожалуйста, никто, я не буду сейчас его весь комментировать, это будет очень долго, вы все прекрасно понимаете. Что да, сценарий должен быть ориентирован на конкретную деятельность школьника. Да, он должен содержать интересные задания. Меня здесь интересует одна позиция. Меня интересует здесь позиция избыточной. Значит, меня вот как разработчика МЭШ очень часто ругают за то, что я даю такие уроки, которые ни за что не влезут в 45 минут урока. А я это делаю умышленно. Почему? Потому что я считаю, что если мой сценарий опубликован, значит, у любого учителя, какой бы у него ни был взгляд на содержание, должна быть возможность этот сценарий отредактировать, убрать из него то, что он считает нужным, и работать с большим удовольствием на уроке именно с теми этапами, которые нужны в данный момент. Кроме того, у нас меняются цели в зависимости от режима работы. У нас бывают разные классы, бывают классы слабые, бывают классы сильные. Понятно, что образовательный контент, с которым мы работаем на уроке, тоже должен быть для этих классов разным. Поэтому избыточный сценарий, сценарий это не есть плохо. Избыточный сценарий это очень хорошо. И я надеюсь, вы со мной согласитесь. Ну вот, давайте переходить к практической части. Сейчас мы с вами отправимся в библиотеку и будем наблюдать возможные варианты взаимодействия. Я хочу несколько слов сказать о тех возможностях, которые мне даёт библиотека МЭШ и почему я, собственно говоря, с таким энтузиазмом взялась разрабатывать ресурсы. Понимаете, когда речь идёт про работу в современной школе, вы все прекрасно понимаете, что нам с вами нужно иметь массу времени для того, чтобы решить все образовательные задачи. Я работаю в профильных медицинских классах. И мне поэтому, помимо обычных уроков, необходимо детей профильных классов подготовить к ЕГЭ, да плюс ещё к предпрофессиональному экзамену, причём это не один, не два, не три человека, не пять и даже не десять, а целая параллель. И такая работа повторяется целый год. И поэтому, на мой взгляд, без работы, без возможности обратиться к ресурсам библиотеки МЭШ становится очень сложно выполнять эту работу. Поэтому я ставлю перед собой задачу разрабатывать ресурсы непосредственно для подготовки школьников к библиотеке, к работе в библиотеке МЭШ. И, соответственно, вот вы сейчас видите целую группу ресурсов. Это учебные пособия, которые позволяют школьнику без наличия рядом учителя спокойно совершенствоваться в своих знаниях, умениях и готовятся непосредственно к тем или иным, к тем или, к выполнению тех или иных задач. Ну вот я сейчас просто покажу на конкретном ресурсе, что я имею в виду. Я, безусловно, не буду сейчас показывать вам все страницы этого учебника. Просто обратите внимание на следующую вещь. Я сейчас возьму всего лишь одну страницу, потому что мне сейчас хочется, чтобы вы поняли, что электронное учебное пособие, которое позволяет готовиться к предъявлению своих результатов на экзамене того или иного вида, оно должно быть качественно иным, нежели обычный текст в учебнике. Потому что иначе бы не надо было ничего создавать такого нового, чтобы повторять страницы, которые, те слова, которые написаны на бумаге. Во всяком случае, для детей значительно ценнее с точки зрения зрения читать с листа, нежели с компьютера. Если мы уже такую вещь делаем, то значит страница любого пособия должна быть хорошо проиллюстрирована, раз. Должна содержать тот материал, которого не хватает в учебнике, два. Должна содержать материал на новом уровне, потому что ребенок, готовящийся к итоговой аттестации, он уже прослушал, познакомился со всем содержанием. Поэтому уровень с учетом, я излагаю материал седьмого класса зоологии, но с учетом того, что дети изучили в десятом-одиннадцатом классе. Я, так сказать, снабжаю весь материал разными, так сказать, видео. Видео подбираются соответствующим образом. Кроме того, это не просто рассказ, видео, иллюстрация. Это интерактивная страница. Нам дает Мэш такие возможности. Изложив маленький кусочек содержания, у нас есть возможность выполнить некое задание, обязательно, так сказать, себя потом проверить. А правильно ли я понял то, что стоит за этим текстом? Или я чего-то неправильно понял? Поэтому любой, на мой взгляд, электронное учебное пособие, оно должно быть обязательно интерактивным. Значит, ну я не буду сейчас доделывать эту... И вот я, так сказать, ошибусь и себя проверю. Проверка нам скажет, что задание выполнено неверно. И в данном случае я могу исправить свою ошибку, найти ее. Я сейчас искать ошибку не буду, почему работает неверно. Это не моя цель. Значит, таким образом, на мой взгляд, гигантское преимущество ресурсов библиотека Мэш заключается в том, что она серьезным образом расширяет наши возможности взаимодействия с нашими школьниками не только в рамках 45 минут урока, потому что 45 минут урока это очень и очень мало. Вот. Вы прекрасно это все понимаете. Значит, таким образом, нам важно отобрать ресурсы. Да, прежде чем я перейду к демонстрации конкретных ресурсов, давайте посмотрим с вами вот о чем, чтобы потом уже к этому не возвращаться. Чтобы работать с элементами библиотеки Мэш, нам нужно обязательно иметь ресурсы. И это основное требование, иначе ничего не получится. Итак, мы берем с вами, я сейчас выберу углубленный уровень, то есть тот профильный уровень, который выводит на наших школьников на экзамен, и покажу вам те ресурсы, прежде всего сценарий уроков, которые, так сказать, есть в библиотеке. Что из этого следует? Вот мы с вами видим сейчас четыре страницы материалов. И, так сказать, надо сказать, просто на глазах растет. Еще вчера вечером их было только три. Это о чем говорит? Что четыре страницы, на каждой странице по десять уроков. Значит, около сорока уроков мы сейчас с вами имеем в библиотеке Мэш на данный момент. Для того, чтобы иметь возможность работать с этой библиотекой для реализации тех задач, про которые я говорила, нам нужно, по крайней мере, двести уроков. Так что дефицитный контент, который требует нашего с вами совместного усилия, это прежде всего углубленный, углубленный уровень изучения, сценарий уроков. Пожалуйста, коллеги, собирайтесь. Мы ждем ваших усилий совместных. Нам вместе будет работать легче. Ну, а теперь давайте перейдем к выбору конкретных, к обзору конкретных уроков. И начну я с урока, который посвящен теме биосинкоз белка решения задач по теме. Я совсем недавно объясняла школьникам, мы вспоминали с одиннадцатыми классами, алгоритм подхода к решению задать с учетом антипараллельности. Вы все прекрасно знаете, что с этими задачами проблема возникла в прошлом году, когда разработчики Кимов добавили это явление. Вот если бы мы по чисто формальным признакам выбирали этот урок, мы, возможно, на него даже бы не посмотрели. Но я имею смысл, так сказать, имею основание сказать, что это очень хороший урок. Почему? Потому что он хоть и собран полностью, он решает дидактические задачи. Вот давайте посмотрим. Во-первых, мы видим, что начало урока, первый этап этого урока, это повторяются основные свойства генетического кода. Причем с тестовым заданием. Посмотрите, пожалуйста, все достаточно просто. Есть некие позиции, у которых нужно установить соответствие. Что я как эксперт могу сказать? Я могу сказать, что дети, например, путают такое свойство генетического кода, как однозначность и универсальность. И это было камнем преткновения во время проверки ЕГЭ. Большой и серьезный. Также с вырожденностью бывают серьезные проблемы. Поэтому первый слайд работает на то, чтобы эти основные свойства перед экзаменом повторить. Он не содержит лишней информации. Он очень такой минималистичный. И этого вполне достаточно. На втором этапе. Вот дидактические особенности использования видео. Вы должны понимать, что за три минуты, в данном случае, весь биосинтез белка за три минуты показывает этот видеофрагмент. Правда, сразу скажу, это понятно, что учителя редко снимают видео для библиотеки. Используется готовое, которое найдено на просторах интернета. Конкретно этому видео присутствуют некие биологические ошибки в видеоряде. Плохо это или хорошо? Ну, в этом ничего страшного нет. Надо просто попросить школьника найти эту ошибку и ее исправить. И не пугаться. После просмотра видео следует выполнение интерактивного задания, в котором нужно восстановить последовательность процессов. Опять-таки, я не буду выполнять это задание, потому что у нас с вами есть проверка. Вы можете обратиться сами к этому ресурсу и потренироваться. После этого формулируется на следующем этапе тема урока. И приступается непосредственно учитель к добавлению того нового, что появилось в 27-й линии в прошлом учебном году. И слайд учителя, и слайд ученика содержат текст, в котором находятся все основные положения, которые уже, так сказать, отобраны для того, чтобы решить эту проблему с решением задачи 27-й линии. Ни словом больше, ни словом меньше. Ровно столько, сколько нужно. Дальше идет схема, которая, так сказать, унифицированная схема, которая опять-таки идет с проверкой. И на этой схеме можно расставить и концы молекулы, и что это за молекула, какая она. Вот. И вспомнить все эти моменты. Значит, таким образом, я опять не буду сейчас выполнять до конца это задание. Оно идет с проверкой. Понятно, я его выполнила не полностью, поэтому и ответ дан неверный. Значит, таким образом, а вот дальше учитель переходит к рассмотрению конкретных задач. Задач разного типа. И самое главное, после, так сказать, на этом этапе, на этом этапе мы с вами можем осуществить проверку, потому что здесь находится тестовое задание, когда нужно вставить нужные ответы. Ну, понятно, что на любую проблему взгляд бывает разный. Взгляд пессимиста и взгляд оптимиста. Пессимист скажет, что в Уфу какая гадость, здесь все дано в явном виде. Все последовательности написаны. Чего же тут решать? Ну, а я скажу в данном случае, как оптимист. Это очень хорошее задание. Почему? Потому что оно содержит алгоритм ответа с пояснениями. Так дано, так нужно выполнить это задание и так оно должно быть описано. Он дает алгоритм решения этой задачи. Опять, я решать не буду, тратить время не буду. У нас ответ с вами присутствует на слайде учителя. Вот. Хорошо это. Это очень хорошо. А если у ребенка возникнет затруднение, что такое затруднение? Подлежащий камень, вода никогда не течет. Если ребенок хочет понять свои проблемы, он сначала должен совершить действие. Это классика жанра. Поэтому, это замечательное задание и замечательный подход. Соответственно, следующий тип задачи и опять-таки алгоритм решения этой задачи. Следующий тип задачи и опять-таки алгоритм решения этой задачи. Поэтому обратите внимание на этот ресурс в библиотеке. Он просто замечательный. Вот. Ну а после задания на анализ данных в публичной форме и работа организуется в группах. Вот когда каждая группа выполняет свое задание, а потом происходит анализ и обобщение материала, собранного в групповой работе. Поэтому урок, подвожу итог. Урок может быть просто собран, просто собран, но он будет решать свои дидактические задачи, поэтому он будет организовывать взаимодействие, поэтому на него надо обратить внимание в библиотеке. Вот. Переходим к следующему уроку, про который я хотела бы сегодня с вами поговорить. Это совершенно молодой урок. Он появился совсем недавно в библиотеке. И он посвящен одномембранным органоидам клетки. Начинаем мы с интерактивного занятия, задания, в котором мы подписываем, вернее не мы, а дети, соответственно, могут подписать, дать подписи к изучаемой ранней теме строению мембраны и проверить себя. Это замечательно, когда есть интерактивные задания. Есть строение, тема урока. Ну, а дальше подход. Подход, в общем-то, везде одинаковый, поэтому я, наверное, прокомментирую не все слайды. Мы видим на доске картинку, хорошо подобранную. Мы видим на доске видео. Оно маленькое сейчас. Я запускать его не буду. Понятно, что в таком варианте мы его просматривать не будем. Мы его развернем на весь экран. У нас есть возможность это сделать. Плюс автор постарался не давать больших видео. Вы сейчас узнали, что это всем известные видео уроки. И обычно эти видео большого размера. Здесь сделана маленькая нарезка, буквально две минуты. И автор этого урока замечательно рассказывает про типы эндоплазматической сети, про функции эндоплазматической сети. Вопрос абсолютно раскрывается полностью. Значит, на что же мы видим с вами у детей? У детей мы видим вопрос, который проверяет, насколько внимательно дети слушали это видео, как они обобщали этот материал, что у них должно остаться в голове. Они могут выполнить проверить. Ну и обратите внимание на два замечательных вопроса. Эти вопросы просто меня само повергли в шок, потому что мне пришлось видео пересматривать, потому что я сама слушала настолько внимательно, что не смогла ответить на второй вопрос, представленный автором в этом уроке. Значит, мы видим, что урок собран по одному плану. Значит, видео, картинка видео, комментарии учителя и тестовое задание на планшетах. Вот. Ну и выбивается только одни лишь лизосомы, которые учитель комментирует с устной речью. Но мы помним про чередование видов деятельности. Устная речь на уроке тоже должна присутствовать. Ну а дальше идет задание по группам. Работа с картинкой. Это развивающее задание, которое позволяет информацию получить из рисунка. Рисунок просто необыкновенный, просто необыкновенный. Значит, мы с вами можем, так сказать, увидеть, какие ответы получатся в результате работы групп. Я также скажу вам, что тест можно выполнять несколько раз. Если с первого раза не получилось получить правильный ответ, то, соответственно, можно выполнить повторно, пока ответ не будет получен правильным. Результат работы группы это, обратите внимание, работа со следующими понятиями, которые вы сейчас видите на слайде учителя. Собственно говоря, и в данном случае мы добиваемся чего? Мы не сообщаем готовое знание. Дети его находят сами, работая с информацией. Есть ли в этом что-нибудь плохого? Да в этом ничего плохого нет. Если дети научатся это делать на уроке, они потом дома будут продуктивно работать и с учебником, и с его рисунками, и с дополнительной литературой. И в конце концов процесс подготовки к государственной итоговой аттестации будет идти не только под волевым воздействием учителя. Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание и на уроки такого типа. Идем дальше. Значит, следующий урок, про который я хочу несколько слов сказать, это урок «Жизненный цикл споровых растений». Давайте на него посмотрим тоже. Он тоже очень просто собран, но он решает задачу решения все той же 27-й линии. Учитель, который разрабатывал этот урок, он пошел тоже по принципу от общего к частному. Сначала он дает понятия основных понятий очень минималистично, но этих слов достаточно для того, чтобы выполнить задание, которое, так сказать, представлено на работу с текстом. И в этом задании мы с вами будем иметь в общем виде жизненный цикл растения с количеством хромосом, необходимых для выполнения заданий 27-й линии. А дальше эта общая закономерность применяется на практике. Видео, я уже говорила, 3 минуты и все про жизненный цикл «Мхаку-Кушкин-Лен». Затем идет на слайде ученика задание на закрепление. Обратите внимание, чем хорошо это задание. Здесь есть информация, которая немножко расшифровывает данный рисунок. Надо просто обращать внимание детей на эти особенности. Точно так же отрабатывается «Кукушкин-Лен». Происходит выход на задание ЕГЭ 27-й линии, которые, так сказать, решаются и обсуждаются, как правильно написать ответ в этих заданиях. Точно так в таком же ключе разбирается жизненный цикл «Папоротника». Я не буду сейчас касаться этого и показывать. Меня все прекрасно поняли. Вот. Происходит обобщение, когда разбираются и, так сказать, «Папоротники», и «Хвощи», и «Плоуны» в этой группе. Завершается работа с материалом сравнительным анализом двух групп растений и выходом на тест, который позволяет оценить все, что ли я усвоил. Таким образом, это позволяет нам решить наши с вами задачи. А посмотрите, а урок очень просто собран, очень просто собран. Поэтому самое главное в любом ресурсе Mesh, его дидактическая ценность, не надо покупаться на красивости. Надо смотреть на то, какие задачи вы решаете в этом случае. Про дефицитный контент мы с вами посмотрели. Ну, а теперь давайте несколько слов поговорим и посмотрим о том, какие еще могут быть ресурсы Mesh. Значит, у меня здесь маленькая подборка для того, чтобы мы с вами могли эти ресурсы посмотреть. Теперь начнем, что я хочу, какую мысль я хочу провести. Мы с вами должны понимать, что любое учебное средство, которое попадает в библиотеку, оно должно иметь свою дидактическую роль. И хотеть от средства большего, нежели этой ролью, так сказать, предписано, это бессмысленно, потому что все задачи решить с помощью одного средства невозможно. Вы это прекрасно понимаете. Когда это касается вопросов, связанных с каким-то оборудованием, у нас это хорошо получается. Мы четко отделяем, что клетку мы будем рассматривать с помощью микропрепарата, а если нам нужно провести работу с веществами, нам нужны пробирки. Но когда мы касаемся вопросов, связанных с ресурсами, нам почему-то кажется, что вот я его возьму, я его открою, мне оно не понравится, потому что я бы сделал по-другому. Конечно, вы бы сделали по-другому, потому что у вас в этот момент в голове сидит, что вам нужно решить конкретную дидактическую задачу, и она не совпадает с той задачей автора, который, так сказать, делал этот ресурс. Это нормально. Дети разные, задачи разные, и все у нас с вами разное. Поэтому вопрос надо ставить, а какие задачи я могу решить? Вот перед вами первое средство. Интерактивный плакат. Значит, этот интерактивный плакат демонстрирует и показывает, и рассказывает про разные понятия, связанные с побегом. Работа начинается с картинки, с учебного рисунка. Затем ребенок может проверить и выбрать, ответить на вопросы, и, соответственно, он может ошибаться, проверить себя полностью. Затем мы продолжаем работать с этим же плакатом и добавляем следующие понятия сюда. Что такое пазушная почка, верхушек, все нам это показывают. Что такое листовой след, что такое почечное кольцо, ягодичный прирост. Вот. И, соответственно, опять задание на проверку. Причем задание на проверку идет с опорой на реальный объект биологический. Ну и понятно, что здесь вы можете понимать, что вы, например, можете этот интерактивный плакат использовать не только на уроке, во время, так сказать, демонстрации на интерактивной доске, но вы можете этот интерактивный плакат прикрепить к домашнему заданию, потому что здесь присутствуют не только сообщения знаний, но и их проверка. Вот. Продолжаем работать с вами дальше. Следующая группа понятий, конечно же, куда без игр. Если мы можем поиграть, повысить какую-то мотивационную составляющую, то почему, так сказать, не поиграть? Вот это для 10-11 игра. Почему тут такое страшное растение в игре? Потому что детей надо готовить к предпрофессиональному экзамену, и вы понимаете, что к концу года они у нас доходят до просто полного кипения от того, что уже не могут в себя включать такое количество, огромное количество информации, которые мы им предлагаем. Поэтому, конечно, можно и поиграть. Начинается все с рисунка. Если найдено правильно, значит, пожалуйста, тебе зеленый цвет, иди дальше. Но если ты ошибаешься, то вот тебе красный цвет, и, пожалуйста, выбирай дальше правильное. И таким образом, поскольку здесь представлена вся морфология, можно с этим растением познакомиться достаточно подробно. В данном случае игра я. Да, она простенькая игра, но она имеет обратную связь, и поэтому она имеет право на существование. Следующий вариант нашей с вами работы – это лабораторные работы. Мы с вами прекрасно понимаем, что для них найти место в учебном плане очень сложно, потому что нужно и объяснить, нужно и показать, нужно и выполнить, и нужно отчет написать. Поэтому могут какие-то моменты быть отправлены на работу дома в виде прикрепленного домашнего задания, и, так сказать, будет присутствовать такой элемент, как подготовка к лабораторной работе. Но для этого ученика должны быть инструменты, а у вас должна быть полная уверенность, что они увидят именно то, что нужно. Ну, понятно, что здесь нет никаких сообщений. Здесь он только демонстрационный. Значит, помимо этой модели должно быть представлен какой-то текст, работая с которым они эти понятия отсмотрят. Его тоже можно прикрепить к домашней работе. Значит, после того, как посмотрели, есть возможность себя проверить. Можно посмотреть, как это выглядит не только на уроке, а не только на рисунке, но и на микропрепарате. А значит, будет ясно, а что же, собственно говоря, я должен увидеть в микроскоп и опять себя проверить. Можно перейти на более крупное увеличение и опять посмотреть. Значит, таким образом я уже здесь останавливаюсь. Вы уже поняли идею. Значит, лабораторную работу. Здесь вы мне скажете, что, ну что, Вольк Старславовна, это мы будем зависеть все время от того автора, который сделает этот контент. Но на самом деле мы не сможем это сделать сами, потому что у нас не получится так сделать. Я хочу показать вам другую лабораторную работу, другого автора. Посмотрите, пожалуйста. Она тоже лабораторная работа. Она имеет право места на существование. Она очень хорошая. Но выполнена она средствами известного всем Learning Apps. Поэтому посмотрите, пожалуйста, на эту работу. Я очень коротко. Сначала начинается с того, что нужно выполнить, выделить основные признаки двудольных и однодольных растений. Затем выполняется игра. Подберите пару. Просто прекрасно нужно, сказать, конкретный признак, стержневую корневую систему закрепить за конкретным, например, в данном случае, за конкретным объектом. Соответственно, дуговое или сетчатое желкование листьев, цветок пятичленного типа. То есть это задание на то, что я понял, заполняя таблицу. Вот. Все интерактивно и все проверяется. Далее, после того, как создана некая теоретическая основа, идут конкретным представителям и начинают их описывать. Какое желкование у шиповника? Замечательно. Значит, правильно отвечаем. Да, допустим. И идем дальше. Какой цветок? Правильно отвечаем. И идем дальше. Отвечаем неправильно. Повторите, пожалуйста, признаки класса. Имеет право место на существование такая работа? Имеет. На уроке ее можно не делать. Ее можно сделать дома. Почему? Потому что здесь есть обратная связь. Она присутствует всегда. И ребенок не останется со своими ошибками наедине. И это замечательно. Следующая дидактическая роль, другая дидактическая роль, это всевозможные тренажеры. И опять-таки в данном случае я говорю о глобальной возможности, которую нам дает библиотека МЭШ. Готовить детей к ЕГЭ, не тратя на это жизненные силы, прежде всего, время, которого нам не хватает. Значит, тренажер не просто сделан, выполнен как рассказ про то, что мы с вами должны рассказать. Он интерактивен. Я не буду сейчас его выполнять. Надо собрать жизненный цикл и понять, я правильно понял всю теорию или неправильно. И меня проверят. Затем, опять-таки, когда мы переходим к папоротнику, как-то общая закономерность работает на жизненном цикле конкретного растения. Значит, здесь все показываются, все этапы на рисунке, как это все называется. Дальше ребенок имеет возможность себя проверить. Если он чего-то не знает, он имеет возможность получить информацию. Она здесь минималистична. А мы с вами помним, что наши дети, это дети с клиповым сознанием. Они уже давно воспринимают короткие образы, но при этом очень яркие. Поэтому, чтобы в их голове посеять какое-то зерно истины, нам нужны такие образы. Их должно быть как можно больше. Соответственно, сначала подписываем процессы, затем подписываем набор хромосом, а затем выходим к решению задач 27 линии. Какой хромосомный набор имеют клетки корневища папоротника? Два ин, отвечает ребенок. Значит, в ответе он должен написать вот такие слова. Из какой клетки и в результате какого деления получаются? Они образуются из зиготы в результате метоза. То есть этот тренажер приучает ребенка не просто писать правильно ответы на вопросы 27 линии. Он приучает его работать с тем основополагающим источником информации, как схема жизненного цикла. Это не просто красивая картинка в учебнике. Это учебная информация. И она не менее важна, чем тот текст, который написан. Вот. Я надеюсь, мы здесь с вами все поняли. Ну и давайте как бы еще несколько слов, потому что, как вы уже догадались, я могу говорить бесконечно. А мы с вами приближаемся к финальной черте нашего общения, поэтому покажу совсем немного. И вот еще одна возможность. Предпрофессиональный экзамен. Когда первый мед формулирует свою демоверсию в середине где-то января месяца, я каждый раз очень сильно теряюсь, потому что я не знаю, как мне за оставшееся время успеть, так сказать, их подготовить к новым, именно к новым вопросам. И поэтому каждый год в библиотеке появляются новые тренажеры. Вот этот тренажер был создан на основе того содержания, которое появилось в библиотеке Мэш в прошлом году. И диаграмму, которую надо проанализировать, и как это сделать, как это сделать на максимально большое количество баллов. И цель у него, понятно, что здесь дано больше содержательно материалов, чем материалов, которые, так сказать, рассматриваются в обычном школьном учебнике. Потому что это выход на предпрофессиональный экзамен. Вот. И, собственно говоря, по денверской классификации, так сказать, она вообще не во всех учебниках рассмотрена школьного курса. Так сказать, мы должны уметь с этим работать, поэтому какую-то информацию дети должны получить новую, вот, и научиться ее использовать. У медиков у них другая терминология. Мы говорим неравноплечье и равноплечье и палочковидные. Они метацентрические, акроцентрические, субметацентрические. И понятно, что либо я трачу время на уроки, на то, чтобы это проговорить, а это съест много времени, поверьте мне. Вот. Записать и трать еще больше времени. Либо я скажу, дети, вы работаете с тренажером и проходите, и он вас научит это делать. Потому что вы сможете связать то понятие, которое есть в учебнике, с тем понятием, которое есть в первом ВУЗе. Я, поскольку говорила, я не следила за тем, что я собираю, и поэтому у меня собралось все неправильно. Понятно, что дальше мы убрали слово, оставили картинку, и мы продолжаем дальше. Здесь есть возможность собрать и диаграмму. Значит, как она собирается по правилам. То есть в порядке возрастания размеров хромосом. Я опять не буду делать. Как закрепить понятие, какой они будут формы. И понять, откуда появляется название этих групп. То есть сделан этот ресурс для того, чтобы ребенок получил содержательную информацию, был готов к выходу на предпрофессиональный экзамен. И никому бы не сказал, что меня эта учительница не готовила к этому экзамену. Я готовила к этому экзамену ребенка, потому что я ему прикрепила в журнал конкретное средство, с которым он должен был подготовиться. Я ему создала условия выполнить это действие. Ну а уже, так сказать, воспользовался он им или нет, это дело другое. Ну, я думаю, что мы здесь с вами сейчас будем работать с вопросами, если они возникли в результате нашего взаимодействия. Давайте посмотрим, так сказать, на вопросы, которые вы задали в ходе нашей работы. Так, ну я даже не так. Общая тема одна, однако ведущие составляют. Ольга Святославовна, прошу прощения, что я вас немножко перебила. Те вопросы, которые могут быть интересны коллегам, я переместила в опубликованные, потому что было много технических вопросов о том, в каком режиме мы вещаем. Поэтому вот перейдите, пожалуйста, в опубликованные. Да, да, да. Спасибо, Галина Петровна. Очень зарапортовалась. Подскажите, где и как, спрашивает нас Марина, и какие ваши курсы или можно послушать или посетить? Ну, знаете, у меня в данный момент никаких курсов нет, потому что я обычный школьный учитель биологии. И, кстати, очень давно упиваюсь этим состоянием, потому что такого удовольствия, как на уроке, я не получаю больше нигде. К сожалению, не веду курсы, поэтому будет ли запись или повтор, спрашивает Калина Светлана Витальевна. Ну, насколько я знаю, что у всех вебинаров запись идет, и поэтому я думаю, что они будут в доступе представлены. А повтор, ну, если будет такая потребность, то почему же не повторить? Первый, блин, самый тяжелый, он теперь свершился, за что я вам очень благодарна. Вот, и, так сказать, дальше будет легче. Ольга, разрешите мне вам помочь немножко? Да, конечно. На некоторые вопросы я дала ответы, чтобы коллеги сразу прочли в чате, и они это видят. Вот, хочу обратить ваше внимание, коллеги, что тема на вебинарах на всех в течение недели, тема, она одна. Современный урок с помощью Московской электронной школы. А вот ведущие у нас ежедневно будут разные учителя-эксперты, поэтому, пожалуйста, приходите, слушайте. А нынешние вебинары вы можете посмотреть по той же ссылке, по которой сюда входили. А также, я думаю, что со временем, возможно, появится просто на видеоканале нашего института. Но ссылка будет активная, вы сможете вебинар пересмотреть. Вот, школа имени маршала Чуйкова Ольга Святославовна просит и рекомендует продолжить серию вебинаров. Коллеги, вот я отвечу вам коротко. Мы, конечно, вот я со своей стороны, с точки зрения института СМИТО, конечно же, с большим удовольствием, с большой надеждой буду ждать Ольгу Святославовну на тех вебинарах, которые у нас будут. И, возможно, если будут курсы для учителей биологии, тоже, конечно, будем стараться ее пригласить, чтобы она смогла своим опытом поделиться. Вот, я думаю, что на часть вопросов коллег я ответила. Часть коллег, я думаю, Ольга Святославовна видит, благодаря от вас за ваш труд титанически, за большое количество интересных ресурсов. Вот у нас есть такой вопрос. Как учитель проверяет, высвечивается ли у него результат? Вот Ольга Святославовна, если можно, поподробнее. К сожалению, коллега не указал точно, что именно имел в виду, что проверяет. Но я думаю, что речь, наверное, о тех приложениях, о которых вы рассказывали. Так, как учитель проверяет? Знаете, как учитель проверяет? Здесь, к сожалению, вот я уже сказала, у каждого ресурса своя дидактическая роль. Я сейчас вообще ни слова не говорила про проверку. Для проверки есть другие средства и МЭШ. И, собственно говоря, мы можем использовать тесты, мы можем использовать, прикреплять их к заданию в виде цифровой домашней работы. Здесь дидактическая роль была в том, чтобы расширять область знания, возможности учителя, работать с какими-то понятиями. То есть это все были приложения, которые носят обучающий характер. Сколько их детей просматривало и какие дети с ними работали? У меня такой возможности посмотреть в журнале нет. Но мы с вами должны понимать, я вот здесь опять смотрю на МЭШ как на, как пессимист, ой, оптимист. Что МЭШ очень молодая система, очень молодая. Вот кто работал в 95-м Windows, сейчас меня поймет, про что я говорю. Сколько прошло времени, прежде чем этот ресурс стал таким удобным и реализует все потребности, на какие хочешь, вот все, что тебе нужно. То же самое произойдет из МЭШ. Она динамично развивается, библиотека. В ней появляются новые возможности. И рано или поздно, так сказать, будет возможность учителя посмотреть, какие его школьники работали с теми или иными ресурсами библиотеки. И как долго они с ними работали. Это, наверное, технически сделать несложно. Но пока такой возможности нет. Верю на слово, понимаете, что делать. Да, есть дети, которые не работали. Но я всегда этим говорю. Дорогие мои, палкой, гонялкой я не работаю. Моя профессия называется учитель. Моя задача создать вам условия, чтобы вы получили полноценные знания. И я это буду делать, потому что это моя работа. А работать дубиной я не буду. Не хотите получать? Значит, что ж, ваш результат на ЕГЭ будет ниже, чем у ваших товарищей. Но я вам хочу сказать, что вот все эти усилия, они все сказываются. Я не знаю, что такое двойка на экзамене. Понимаете, не знаю, что школьник не преодолел. Преодолевают даже самые слабые, даже самые ленивые. Все, я ответила на вопрос, Галина Петровна. Спасибо, Ольга Святославовна. Я думаю, что Екатерина Геннадьевна тоже услышала, в общем, ответ на свой вопрос. Она спрашивает, предложенные интерактивы в домашнем задании предусматривают оценку ребенка за ДЗ? Я думаю, что вот этот ответ... Не предусматривают. Значит, вы можете потом создать тестик в той же самой библиотеке по страницам этого интерактивного задания. Или подобрать из существующих, прикрепить его к журналу в качестве цифровой домашней работы и проверить. Именно так я и делаю, когда, так сказать, в этом возникает необходимость. У каждого средства своя роль. Ольга Святославовна, еще один вопрос. Как адаптировать сценарий, если у ребят нет планшетов? Ну, ученика. Ну, у нас с вами здесь очень просто. Планшеты... Во-первых, вы можете начинать работу. Я думала сначала, что она начнется со скрипом. Но она началась. И, в общем-то, я за это своим детям благодарна. Они как-то... Правда, честно вам скажу, я так работаю со старшими школьниками, с 10-11 классами. Они как-то с энтузиазмом это дело восприняли. И для нас стало нормой жизни, когда их персональное мобильное устройство работает на таком уроке. Но они должны заходить в сеть школьную стадии по своему логину и паролю из журнала. Только таким образом они соберутся в один класс, и тогда можно будет просматривать этот самый планшет, задание, которое приходит на планшет. Но если вы не хотите таким работать, у вас есть возможность при просмотре переключать, делать активными на доске, при демонстрации только, прошу прощения, при демонстрации, в режиме демонстрации в браузере. Делать активными разные слайды этого средства и, так сказать, с ними спокойно работать. Сначала посмотреть на доску, потом вернуться к планшету и так далее. Вот, конечно, это больше времени требует, но, так сказать, иногда вы можете чередовать. Не брать доску, взять только планшет ученика опять. Все будет зависеть от того, как вы смоделируете свой урок. Ольга Савтославовна, далее очень много благодарностей от коллег за интересный вебинар, за космический труд. Есть тоже пожелание записаться к вам на учебу или прийти еще на вебинары. Коллеги, мы будем информировать. Если такое большое счастье у нас будет, мы будем информировать. А вот еще Екатерина Геннадьевна хочет уточнить, я так понимаю, что по поводу электронных учебных пособий. Можно ли прикреплять отдельные материалы, страницы из пособия МЭШ? По-моему, нет. Нет, такой возможности нет. Вы знаете, я уже сейчас. Сам урок, сам эук прикрепить можно. Во время прикрепления все интерактивные вещи, например, все тесты, они будут у вас в протоколе. Вы увидите, что ребенок с ним работал. Вот эта возможность есть, она сделана. То есть МЭШ формирует протокол для учителя с целью выставления оценки. Вот и когда я начала работать, у меня все время, понимаете, все время были старшие школьники. Я уже забыла, что такое младшие школьники. И вот теперь я посмотрела на вот ту же самую, на тот же самый ЭУП по простейшим, когда мне дали седьмые классы. Мне надо задать, он избыточный, понимаете, он подойдет для седьмого класса, но там вот здесь читать, а вот здесь не читать. С этим параграфом работаем, а этот параграф не работаем. Чтобы удобно было описывать домашнее задание, в ЭУПе в названии страницы должен быть номер параграфа. У меня его нет, но это, как говорится, все на практике получается. Мне неудобно сейчас детям задавать такое домашнее задание, потому что мне придется писать название параграфов. То есть тех страниц, с которыми дети должны поработать. Кстати, вот смотрите, мы совместными с вами усилиями сейчас сформулировали еще одно требование, которое можно передать разработчикам. Иметь возможность прикреплять не весь ЭУП, а только отдельные параграфы, то есть делать более узкая содержательную сторону этого учебника. Ну или, например, иметь возможность кнопки в этом учебнике скрывать какую-то страницу. То есть скрыл страницу, опубликовал в задании, дети с ним поработали, открыл страницу. То есть вот, ну мало ли, так сказать, как можно решить ту или иную возникшую проблему. Главное, эту проблему знать. Все. Уважаемые коллеги, я прошу прощения, я не все благодарности публикую, потому что мы тогда с Ольгой Святославной будем терять вопросы, которые коллеги задают. Спасибо вам большое за прекрасный отзыв. Ольга Святославна, конечно же, все увидит. Есть еще один вопрос. Я не знаю, насколько он по адресу. При использовании в контенте картинок из интернета авторы должны давать ссылку на сайт, откуда взята картинка. Как с авторскими правами? Ну давайте, Ольга Святославна, я попробую немножко ответить на этот вопрос. Может быть, вы что-то дополните. Значит, во-первых, вы сейчас, когда хотите прикрепить картинку, допустим, к своему сценарию или в тест, вы можете воспользоваться тем, что библиотека Мэтч позволяет сразу же искать в Яндекс.Картинках. И выдаются те картинки, которые разрешены к использованию. Поэтому можете воспользоваться вот этой опцией. Но, в принципе, конечно, если вы по-иному как-то ищите в интернете, конечно, нужно давать ссылку на сайт и смотреть, что этот сайт, какие заявляет права и что требует от пользователей сайта читать тогда внимательно, чтобы не попасть ни в какие истории. Ольга Святославна, если, может быть, что-то хотите дополнить, пожалуйста. Ну, дело все в том, что во всех моих этих самых приложениях практически все рисунки обработаны, переделаны, перекрашены, дорисованы. Поэтому это уже появилось, получилась такая самостоятельная единица. Если нельзя ничего найти, то нарисованы с нуля. Поэтому, как бы, тут такой вопрос с авторскими правами. Вот он так стоит. Ну, я еще хотела бы дополнить, уважаемые коллеги. Вот в последние годы очень приятно видеть, что появляются авторы, которые действительно занимаются изображениями в своем уроке и не просто берут где-то откуда-то картинки, а делают их сами, перерабатывают, делают единый стиль. Это всегда, ну, визуально очень приятно смотрится. Поэтому вот Ольга Святославовна предложила вам, в общем, практически выход из этой ситуации. Как это можно сделать? Если вы поработали с рисунком, то, собственно, он уже становится вашим. Большое спасибо, коллеги, за внимание. Была очень рада, что сегодня мы поработали такой большой аудиторией. Большое спасибо вам за внимание. До новых встреч. Огромное спасибо, коллеги, за то, что вы были с нами. Наш вебинар завершается. Мы вам желаем успехов в вашем труде, профессионализма, креатива, оптимизма и, конечно, крепкого здоровья. Всего доброго, дорогие коллеги. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok